Медицинский туризм. Не путать с обычным, где море и белый песок. Помнится, несколько лет назад туристические агентства, увидев спрос населения, кинулись предлагать медтуры, но вскоре прикрыли лавочку. До сих пор в поисковиках, бив соответствующий запрос, можно наткнуться на старую рекламу по типу турагентства «Два паруса» организует для вас лечение за границей. Но, как вы уже поняли, все оказалось не так просто. Почему? Давайте разбираться. У нас есть определенный перечень стран, которые утверждены Министерством здравоохранения Республики Казахстан. В этот перечень входит очень много зарубежных клиник, около 60 клиник из разных стран, в том числе из Южной Кореи, Испания, Германия, Турция, Израиль, Россия и так далее. Основные, крупные, очень передовые зарубежные медицинские организации, куда направляются наши граждане. Небольшой спойлер. Мы посетили одну из этих стран и побывали в нескольких крупных клиниках, где лично присутствовали на операциях и проверили условия, в которые попадают наши сограждане. Казахстан. Отсюда будет вразжить час пекий и будет пересекать на пациент. Я перевожу. Он сейчас показывает печень, который будет брать. Разрез уже сделан и будет поздно взять правую часть печени. Чтобы определять, от какой линии будем разрезать, у нас есть УЗИ, которые здесь ставят операционный зон, рентген. Это все равно нас помогает определять, откуда надо разрезать. И никакой ошибки не было. Порядок направления граждан лечения зарубежья определяется приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан, который был утвержден в 2021 году. Согласно данному приказу, наши граждане могут претендовать на лечение зарубежья бесплатно за счет государственных средств. За счет государственных средств, по данным Минздрава, около 100 казахстанцев получают лечение в зарубежных клиниках ежегодно. К примеру, в прошлом году обладателями квоты стали 91 человек. Из них 80% дети до 18 лет и 20% взрослых. В основном у нас лечение получают онкозаболевания и врожденные пороки. Именно вот когда детки рождаются с пороками определенными, вот эти дети у нас в основном претенденты на лечение зарубежья. И согласно приказу, который я ранее говорила, что для детей нет ограничений по всем заболеваниям направляется, если в Казахстане эта технология не проводится. И если реально это не проводится, республиканская организация дает заключение и дальше работа по направлению ребенка. Работа производится. Для взрослых есть определенный список по 9 нозологиям определенным. У нас граждане направляются на лечение зарубежья, в том числе по трансплантации органов. Но хочу сказать, отметить, что на трансплантацию органов у нас в Казахстане трансплантация органов в Казахстане проводится. На самом деле технология у нас развита. Но взрослые пациенты, если направляются на трансплантацию органов, они направляются только от неродственного донора. То есть если нету донора в Казахстане подходящего, только в этом случае направляются. А для деток от родственного донора мы тоже направляем, но есть ограничения. Если есть ребенок, который весит менее 8 килограммов, в этом случае только мы направляем от родственного донора на лечение зарубежья. Так как у нас в Казахстане, к сожалению, выхаживание и посттрансплантационный период, когда выхаживают уже ребенка, у нас это, к сожалению, не разве. Страна огромная, население маленькое. С точки зрения врача, слишком уж небольшое поле для деятельности. А потому узких специалистов у нас нехватка. И те сосредоточились на крупных городах. В Казахстане плюс и бесплатная медицина. Любой человек может защититься на грозуарственную помощь, путем онкология, туберкулоз. Даже после пересадки лекарства дорогие, на гособеспечение. Это не всем дано, чтобы такая система здравоохранения. Чтобы все бесплатно практически, если не взять это. Минус просто есть, не хватает кадров. Потому что есть кадры, первое, их мало, и они концентрированы только в двух городах. Астана, Алматы. И, соответственно, у них очередь большая. Оборудование в наших клиниках, если и современное, порой простаивает. Нет специалистов. Новые технологии и подходы тоже есть. Но емкость рынка, как ни крути, массово их внедрять не позволяет. Вот и ждутся отечественники очереди на всемогущем портале. Перед этим пройдя квест. Участковые и далее все круги бесплатной медицины. Те, у кого есть деньги, привыкли рассчитывать только на себя. И за помощью обращаются кто в местные высокотехнологичные клиники, а другие едут за рубеж. Для того, чтобы получить именно бесплатное лечение за рубежом, у нас небольшой перечень документов необходимых. Это, в первую очередь, удостоверяющий личность документ, выписной эпикрис, история болезни данного пациента, недавности 30 календарных дней. И заключение Республиканской медицинской организации, что на самом деле данный пациент нуждается в лечении за рубежом. Это основные три документа, которые необходимы для получения лечения за рубежом. Если подготовить данные документы, Республиканская организация, если выдаст такой документ, не пациент самостоятельный, а профильные республиканские организации, они уже знают этот порядок работы, они сами направляют документы в фонд социально-медицинского страхования. Почему казахстанский или любой пациент, почему за границей обращается? Два, только два причины есть. Если не помогли, в первых причина, не так должно быть, и другие не хотят там лечиться. Только два причины есть, когда не помогли или невозможно там лечение. Два, это в одном. И другие, им не надо там, Казахстану, они не доверяют медицину. Это в основном сверхбогатые люди, которые едут в любую процедуру, в Германию и все прочее. А средний класс, который есть, у них проблема касается, или когда им не помогли, как должно быть, или эти процедуры в Казахстане просто нет. У нас население мало в Казахстане. Столько пациентов, нет специалистов, узких специалистов. Вот это одна причина. Другая причина есть, когда не помогли, потому что есть бюрократия, есть время, потому что у нас иногда есть праздник попадает. Людям истерика начинается. Им надо быстрее уезжать, быстрее поехать. Не хотят учили до стоять. В список топовых стран, куда казахстанцы охотно едут за лечением, входит Южная Корея, Турция, Россия, Германия и Индия. Совсем отчаявшиеся по слухам раньше ездили в одну из стран между Афганистаном и Индией. Там на поток были поставлены операции по пересадке органов. Выживаемость, равно как и постоперационное сопровождение, никто не гарантировал. Но и такой шанс на жизнь многих устраивал. В Индии система здравоохранения делится на два типа. Это государственный сектор и частный сектор. Все технологии, конечно, приходят сначала в частный сектор. Но государство старается, чтобы эти технологии перенимались и государственными клиниками. Однако такая практика работает неравномерно. Здесь побольше зависит от штата или города. В основном, где туристические технологии идут люди. Это Индия, Турция, Корея. Основные три страны из Казахстана и Германии есть. Но поток туда идет. Сравнение, если взять с Кореей, это примерно 4 раза дешевле будет Индия. 4 раза. А с Турцией примерно 1,5-2 раза дешевле Индия будет. У нас есть экспертная комиссия при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан. Конечно же, основным критерием является ценовая политика, так как это является государственным бюджетом. Но в то же время тоже смотрят наши эксперты, так как они являются докторами наук по медицинским вопросам. Они смотрят, подходит ли данное лечение пациенту, как они являются экспертами в этой области. Если, допустим, бывает цена дешевле, но данная технология не подходит, конечно же, отправят на ту технологию, которая необходима данному пациенту. Основным диод у нас примерно присадка печен, дески, его не делят в Казахстане. До года и меньше 7 килограмм там не в Казахстане, до меньше 10 килограмм не делят, присадка печен. Это враждебные пороки сердца, потому что их специалистов у нас в Казахстане, в сожалению, мало. Сложность пороки сердца. Потом некоторые виды, лучевая терапия, протоновая терапия в Казахстане, кибер-нож нету, которые используются при онкологическом заболевании. И еще другие ряды, есть неврологические, очень много сложностей у нас в Казахстане нету, и специалистов нету, и лечения, соответственно, и лекарства нету. Вот основные 2-3 направления – это нейрохирургия, онкология и пересадка органов. Наша команда специализируется на операциях по пересадке печени как взрослым пациентам, так и детям. В год мы проводим около 150 операций, из них 70% составляют иностранцы. На данное время через наши руки прошли пациенты из более 20 стран мира. В прошлом году, например, мы прооперировали 12 маленьких пациентов из Казахстана. Их к нам направили по квоте, так как в частном порядке были обращения. В Казахстане тоже проводят операции по трансплантации печени. Но у вас есть определенные сложности в проведении подобных манипуляций для больных, не достигших годовалого возраста. Продолжение следует... В Казахстане. 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 пациент проводит в больнице под наблюдением врачей. Если все хорошо, мы выписываем пациента, но настоятельно рекомендуем остаться в городе еще на три недели. Каждую неделю прооперированный приходит еще к нам на осмотр. По стечению трех недель, если все хорошо, пациент может лететь домой. В общем, вся процедура занимает примерно два месяца. Мы оплатили операцию с бюджета государственного, а дальше бывают ситуации, когда после операции нужно наблюдение врача, и люди вынуждены находиться за границей, также какое-то время арендовать жилье, приходить, отмечаться у врача. Это как-то входит в квоту, это предусмотрено? У нас в квоту входит основное, это именно стационарное лечение, стационарное лечение, которое нахождение именно в больнице полностью. То есть потом именно транспортировка пациента, это получается, если вот с Казахстана до зарубежной клиники, это все билеты, авиаперелеты, их оплачивается пациента и сопровождающего лица, если он нуждается в сопровождении. А амбулаторное лечение, к сожалению, за счет бюджетных средств не покрывается. Основные профили, как мы говорили, это онкологические заболевания. Онкология разве не лечится у нас здесь бесплатно? Нет, есть же технологии разные. Вот, допустим, бывает, что многое у нас в основном уезжает в заграницу, это на трансплантацию костного мозга от неродственного донора, да, это рак крови, да, допустим. Почему? Потому что у нас нет доноров в Казахстане, в этом случае бывают, уезжают. Потом опухоли головного мозга, которая трудно, именно в таких местах, в которых тяжело можно сделать операцию, да, в Казахстане не делаются такие операции. Вот такие разные заболевания есть. Доноров мы ищем сначала среди родственников. Если подходящей ткани нет, мы продолжаем поиски в индийском реестре доноров. Также у нас есть доступ к международной базе доноров. Восьмидесятых частных больниц в Индии становилось все больше. К 2000-м страна стала лучшим выбором для медицинских путешественников из Бангладеш, Омана, Ирака и ряда африканских стран. С тех пор география сильно расширилась. Примерно сказали, стоимость одной операции, возьмем любую операцию, она стоит примерно 1000 долларов, да, условно. Они говорят, это не 1000 долларов стоит, мы за тебе, это примерно ко мне пришел, я сказал 1000 долларов стоит эта операция. Я пошел к другому, сказал, нет, это 500 стоит. Мы тебе за 500 делаем. Потом они оформили, пациент приехал туда, и потом тут начинается. Это не так было, там дополнительно надо платить. Из стран СНГ и русскоговорящих тут много, которые знают, да. Они увели его, и он стал человек без денег и без лечения. Они основном находят больных, когда сидят очереди. Примерно, да, ждут врача. Это человеческий фактор, да, ты приезжаешь в другую страну. Когда ты увидишь свою речь, да, тебе этот человек становится как бы родственник или близкий, да. Ты с ним начинаешь разговаривать. И они тебе потом заблуждение, чтобы эта клиника нехорошая, это так, давайте в другом месте, я знаю, я там давно живу. И когда ты разговариваешь на своем языке, этот человек быстрее доверяет. Доверие заходит и потом их обманывает. Часто бывает, это они деньги берут и исчезают. Деньги взяли, потому что это, когда это понятно, который приезжает на обследование, на лечение, у него с собой не 1 тысячу долларов, да. Они могут обманывать на этом, деньги забрать, умотаться куда-нибудь. И часто бывает вот такие, когда, например, надо обментировать курсы, обментировать, да. Могут фальшивые купюры ссувать. Вот такие мужчины часто встречаются. Что важно помнить при самостоятельном выборе клиники за рубежом? Обязательно проверяйте информацию о медицинском учреждении на официальных проверенных сайтах. Проверяйте квалификацию врачей. Хотя бы поищите отзывы реальных пациентов о специалисте или клинике. Заранее ничего не оплачивайте, тем более в руки. Просто понимаете, в чем проблема? Основное, это не секрет, все заявляют документы через гугл-перевод, да. Документы, или текст туда написали, и он тебе переводит на любом языке. Это не русский, не английский. И медицина эта не эта, потому что там однослово не то, и все, твой смысл теряется. Поэтому перевод документов я стараюсь делать сам. И потому что я знаю, какую часть нужно. Мне не нужно, потому что еще большой есть. Любой пациент есть, он дает тебе папку 50-40 страниц, да. И этот перевод, ну, физически никто не может делать. Не делать, и врача времени нет, чтобы 40-50 страниц там будет читать, что там было, да. Поэтому я изучаю первое все документы. И что нужно оттуда, главное, да, какие анализы нужны. Потому что анализа очень много, которые, может быть, не нужны. Ну, дилет данного пациента, да. И основное, что берем, его переводим. И грамотный перевод делаем на английском языке по медицинским терминологиям. Чтобы там не было ошибка медицинская. И потом это, конечно, потом все анализы, МРТ, КТ, все отправляем. Уже готовым видом. Тогда это легче. И после этого мы можем даже, часто бывает, мы онлайн консультации делаем. Врач, который будет пациенту везти в Индии и пациенту. Один из плюсов лечения в Индии – отсутствие языкового барьера. Несмотря на то, что английский широко распространен в стране, все частные передовые клиники имеют достаточное количество переводчиков. В коридорах медучреждений здесь можно услышать арабскую, русскую, французскую, узбекскую речь. Сервис на уровне. Можно позавидовать. Идет медиусовой конкуренция в госпитале. Потому что сейчас, кто лучше, у кого больше, у кого робот есть, у кого нет. Конкуренция, здоровая конкуренция есть. Поэтому они деньги выливают. Поэтому идет, увеличивается оборудование. Потом постоянно врачи у нас, потому что у нас про-английская система. Все английский знают. И они идут постоянно в конференциях в западных странах, в Америке, стажировка там. Ну, вот таком плане. Потому что без инвестиций – это никуда. И надо инвестировать и на оборудование, на знания, на квалификации и авторитет. Добро пожаловать в наше отделение гематологии. Два отделения на шесть и шестнадцать коек. Поскольку основное отделение в стерильной зоне, мы можем показать здесь, в новой палате, как все устроено. На входе у нас установлен барометр, который показывает давление. Здесь работает система положительного давления, чтобы в палату не проникал загрязненный воздух. И когда мы входим, весь поток воздуха направлен из палаты вовне. Прежде чем войти в палату, мы закрываем первую дверь и попадаем в тамбур. Посмотрите на эту палату. Она комфортная и имеет хороший вид из окна. Это очень важно, потому что после операции пациент проводит здесь более 25 дней. Сюда попадают люди с такими серьезными заболеваниями, как крак крови, нейробластомы и прочие заболевания. Это гепофильтр, через который циркулируется весь воздух в палате. Он оснащен фильтрами, которые пропускают только частицы размером в два микрона. Поэтому никакие бактерии и вирусы не могут проникнуть в помещение. Так мы сохраняем стерильную чистоту. Здесь двойные двери. Как я уже говорил, система положительного давления также не пропускает загрязненный воздух из вне. В палату поступает только чистый воздух из гипофильтра. В палате имеется комфортабельная кровать, а также предусмотрен диван для родственников, которые навещают больного. Здесь работает специальная доставка пациенту, приносит еду прямо в палату. И посмотрите на этот чудесный вид из окна. Видно метро, по которому передвигаются миллионы людей ежедневно. Картина очень оживленная, и пациент может наблюдать за всем этим. Мы говорим ему, что скоро он тоже сможет выйти отсюда и прокатиться на этом метро, потому что он победит рак или другую болезнь и заживет нормальной жизнью. Так что это дает лучшую надежность людям, что, что ждет тебя, это нормальная жизнь. И нутриция просто не нутриция для Индии. Но когда ты говоришь о мире... Через эти палаты проходят пациенты не только из Индии. Через наше отделение проходят пациенты из разных мест. Африка, Казахстан, Азия. И у каждого свои предпочтения в еде. Мы учли это, поэтому в нашей клинике есть самое разнообразное меню. Кухни разных стран и континентов. Это делается для того, чтобы пациент не испытывал дополнительного стресса. Привычная еда поможет минимизировать неудобства. Это очень важно. За одним пациентом здесь наблюдают 20 врачей. И диетолог, и инфекционист, и гематолог, и прочие. Это один из самых крупных центров в Индии, где занимаются пересадкой костного мозга, заболеваниями онкологии, в том числе и рак крови. Учитывая сложность операции и длительность реабилитации, мы проводим по 50 различных трансплантаций в год. А в общем, через наше отделение проходит от 300 до 500 пациентов ежегодно. И все они приходят сюда, чтобы в будущем вернуться к нормальной жизни. Медицина, она ровно в месте не стоит, она двигается. И каждый год, я когда приезжаю, я удивляюсь, каждый год что-то новое. И раньше можно было как в фильмах смотреть, или фантастика, роботы, операции. У нас это реально уже. Даже у нас есть съемки, когда... Это реально сейчас. Врач там сидит, он может операцию сделать тут. Это реально сейчас. У нас, потому что это, 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 это будущее. И в Индии уже практически очень много хороших клиников есть. Робот поставлено. В основном это делается обдемальный, брошной полис делает, урологию делают, онкологию делают, нейрохирургию делают, позвоночник делают, очень четко. И это, потому что там уже программа, они зафиксированы, да? Команду дают, потом робот на честь сам все делают. И это, это прекрасно. Вы видите перед собой аппарат, который называется кибернож. Он дает облучение и применяется в основном при опухолях головного мозга. Система сама выбирает тип и диаметр луча при каждом индивидуальном случае. Преимущество такого аппаратного облучения в том, что имеет минимум побочных эффектов и способен удалить опухоль диаметром до 3 сантиметров. Также применим и в лечении сосудов головного мозга. Одна процедура длится примерно 40 минут. На сегодняшний день в мире для подобных процедур существуют два вида аппарата. Это гамма-нож и кибер-нож. Так вот, кибер-нож является более современной технологией, чем гамма-нож. Соответственно, кибер-нож дает более высокие результаты. Наши пациенты довольны, на самом деле. Они получили полный объем лечения. На сегодняшний день положительно отзываются о клиниках, которые они получили лечение. Мы это тоже мониторим, спрашиваем. После завершения лечения, когда мы проводим наши республиканские организации, именно профильные врачи, мы фонд, и зарубежная клиника проводим онлайн-консультацию, где могут врачи наших стран и зарубежных стран между собой поделиться, как вести данного пациента. Первое отличие, почему Казахстан и Индия – количество людей. Население огромное, у тебя больны много, у тебя опыт больше, много набирается. Первое. А второе, у нас прозападная система обучения и практика. Третье, самое чудесное, оборудование и аппаратура. Потому что Казахстан, она доходит, потому что население мало. Четвертое – медикаментозное. И сами знаете, Индия занимается мировой лидер по генерикам, по лекарствам. Поэтому очень много лекарств, которые тут есть, они поздно приходят в Казахстан. Два миллиарда тенге. Такая сумма выделяется из госбюджета на лечение граждан со сложными заболеваниями за рубежом ежегодно. Хорошая новость в том, что ограничений нет. Если даже порог в пару миллиардов достигнут, государство охотно выделит дополнительные средства при необходимости. Есть один нюанс, о котором важно помнить. Если вы самостоятельно поехали на лечение за границу, а потом вернулись и понесли накопленные чеки в Минздрав, то расходы вам никто не возместит. Таков порядок. А чтобы получить квоту, с бумагами все-таки придется повозиться. Однако специалисты утверждают, что все процедуры занимают не более 20 дней. Мы, конечно, охотно верим и очень надеемся, что это так. Продолжение следует...